Редкий случай пациенту 74 года и к его 74 годам у него один удаленный зуб, один будут удалять Сегодня второй получается, и вот из одного мы удаляем нервы, депульпируем. Генетически, видимо, эмаль своя очень плотная, снаружи вообще не видно полости, то есть при первичном визуальном осмотре мы предположили, что там есть кариес, но когда сделали КТ-снимок, это вот как раз польза КТ-снимка, на котором мы видим все, там такая полость под эмалью оказалась огромная, что пришлось удалять нервы зуба. Это о важности компьютерного снимка, как дополнительной диагностики. Сегодня мы моем каналы, фламбируем их и делаем реставрацию. Про возраст я сказала, что 74 года и всего 3 зуба леченных. Представляете, где бы встретить такого человека? Это просто фантастика. Работа зубом очень сложная за счет того, что кариес протекал продолжительное время, нерв защищался, каналы облитерировались, то есть стали очень узенькие, они защищались от инфекции долгое время. Поэтому, вот это у нас сегодня второй визит. Первый визит был, мы убрали весь кариес, восстановили стеночку, чтобы нам было удобно работать, положили лекарства. Сегодня мы дорабатываем корневые каналы. Сейчас измерим еще раз точную длину всех и будем пломбировать корневые каналы. Прибор называется Апекс-локатор, он помогает контролировать рабочую длину корневого канала. С помощью него мы определяем, какая длина рабочая, чтобы знать, насколько пломбировать, чтобы не вывести материал за верхушку. Работаем под увеличением, потому что каналы тоненькие, чтобы ничего не пропустить. И я хочу сказать, что когда приспособишься работать с микроскопом, он даже значительно ускоряет рабочий процесс, помогает быстрее все сделать, потому что лучше видишь, меньше ненужных телодвижений. А еще наши пациенты приехали к нам из-за далека, из-за границы. И у нас буквально две недели отпуска, и за это время нам нужно сделать максимум работы. Дети лечатся у нас. Лечится у нас уже очень давно. Прошел уже все, что можно. И лечение, удаление, брекеты. Сейчас он находится на этапе ношения брекетов, уже завершение. В последующем имплантация и протезирование. К нему в гости приехали родители, и он порекомендовал нас. И это очень приятно, прямо что тебе доверяют. Очень большая ответственность, на самом деле, когда пациенты уже настолько тебе доверяют, что доверяют самое дорогое, что у них есть, своих родителей. Мы планируем сделать реставрацию на зуб и завершить сегодня лечение. У нас мы помыли, почистили, посушили, запломбировали три корневых канала. Самый широкий корневой канал установили стекловолокно. И сейчас у нас начинается этап реставрации. В последующем у нас там еще будет удаление одного зуба. Потом пациент уезжает на полгода, и по приезду мы планируем коронку на этот зуб обязательно. Промежуточные снимки, на которых мы контролируем степень пломбировки корневых каналов, то есть до верхушки, не до верхушки. Качество пломбировки, плотность пломбировочного материала в корневом канале. Это обязательный контроль качества работы. В сложных случаях, особенно, я иногда делаю повторное КТ одного зуба сегмента даже после лечения, для того, чтобы понимать, что там. Контроль качества, так скажем. Как чувствует наш пациент на себе? У нас очень терпеливый, да? И неразговорчивый. Вот этот зуб седьмой. Вот она полость. И постепенно прогручивая. Видно, какая она огромная. То есть тут видно потемнение, но глобальности не видно. Потом мы потихонечку убрали эмаль, и видим полость. Вот это мы раскрыли, все почистили. Восстановили обязательно стеночку. И у нас пациент ушел в прошлый визит с временной пломбой. Реставрационный пломбировочный материал. Восстанавливаем зуб. В данной ситуации у нас нет необходимости восстанавливать анатомию зуба. В принципе, потому что зуб идет под коронку. По сути, это называется билдап. Но так как пациент уезжает на продолжительное время, практически на полгода, желательно все-таки восстановить зуб, потому что он будет продолжительное время выполнять функцию оживания, для того, чтобы не произошло зубочелюстной деформации. Потому что если я сделаю просто пломбу-лепешку, нижний зуб начнет деформироваться под верхней. Будет нарушена функция оживания, движение нижней челюсти, поэтому лучше подстраховаться и восстановить зубовешний не будет.